Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Planet Zoom. В прошлый раз у нас с вами появились медведи, и нет, это не они, это я показываю вам наш Pride, который немножко расплодился. Но, кстати говоря, это у нас поколение уже следующее, потому что те львы, которых мы брали изначально, они уже умерли от старости, и получается, это, по-моему, их сын как раз-таки, их дочка, и еще одну львицу я взял на рынке, и вот посмотрите, сколько тут уже мелочи за ними бегает. Тут два львенка маленьких, и здесь тоже еще два львенка. Короче говоря, немножко наш Pride разросся, так что у них здесь все просто прекрасно, хорошо и замечательно. Ну что ж, вот наши медведики, которые у нас появились в прошлый раз, как раз-таки тайваньские, и они, кстати говоря, тоже уже успели обзавестись потомством. Лежат, челируют на своем, собственно, месте для отдыха, а где-то тут... А, во-во-во, шмарите, шмарите, медведик. И, как я и говорил, видите, они здесь ползают на крыше спокойно вообще тоже лазают, так что у них здесь тоже все прекрасно. Это у нас кто такой? Это у нас кто-то, это у нас Бохай, это у нас самец, молодой самец, будущее, собственно. Смотрите, какая мордаха прелестная. Вот, но и еще где-то здесь один медвежонок тоже бегал, по-моему, по-моему, девочка, я не помню уже, честно говоря. Где-то здесь, короче, она есть тоже, тусуется. А, во, плавает, кажется, она, смотрите. Пошла эту водную процедуру принимать. Так, у нас кто? Это у нас, да, Хой Цинь. Меня зовут, вот у нас здесь, плавает в этой чистейшей воде. Но, пускай, пускай плавают, собственно, у них тоже здесь прекрасно, все им нравится, все замечательно. Мы с ним продолжаем строить зоопарк, естественно, наш с вами замечательный. И сегодня мы с вами будем выбирать следующее животное, которое появится у нас в зоопарке. И смотрите-ка, кто у нас здесь есть. Грибнистый крокодил. По-моему, на рынке как раз-то им их парочка сейчас продается. Самец и самка, они и живут по парочкам, в общем-то. Да, 1-2, 1 самец и 1 самочка получается. Угу. 72 года они проживают. Не дурно так тоже, на самом деле. Продолжительные жизни весят, офигеть, 240 самец весят. Ё-моё, вот это жесть. Ну и, кстати говоря, вызывает не меньше опасений. То есть в природе, в принципе, с ними все более-менее хорошо, да, я так понимаю. Тропики и вода как раз-таки будут по соседству, видимо, с нашими... Жить медведями. Ну, либо чуть подальше поставим. 12-42 градуса получается. И пополам нужно будет делить землю, где они будут тусоваться. И, собственно, вода, чтобы они тоже тусовались, могли плавать и так далее. Ази, океане. Ну что, я думаю, давайте их тогда возьмем и начнем для них строить вольер. Да, их здесь довольно много на рынке сейчас есть. Три самца на выбор и одна самочка получается. Но самку мы, естественно, берем. С вами тут у нас выбор небольшой. 34 года ей уже, кстати говоря. Но если они там живут 70 с лишним, то вообще отлично. Забираем тебя к себе. Принимаем за денежки. И у нас есть один самец за листики. Смотрите, причем довольно, я так понимаю, неплохой самец. 36.36 как температура практически, да. Давайте возьмем его за листик. Я тоже у нас листиков много, в принципе, нам без разницы ходим. У нас денег много, у нас листиков много, у нас всего с вами много. Так что будем брать, как говорится. Все, мы парочку с вами взяли. И сейчас будем начинать строить вольер. Я думаю, будем подальше начинать его строить. Вот здесь у нас как раз рядом очиститель будет для воды. Потому что я его поставил, чтобы здесь очищался у панды тоже прудик. А то, а то он немножко не дотягивался. Ну, я думаю, ладно. Сделать дорожку заодно как раз для персонала будет удобно. Что ж, как минимум 400 метров, получается, нужно с лишним делать, да, вольеры? Потому что там, опять же, 200 воды, 200 не воды. Так. Это я тут для Фоломинга кое-что смотрел. Ну, давайте мы с вами начнем с барьеров. Класс 2 нужно было прочности, да. И там вообще все равно, хоть самые низкие делайте, они никуда особо деваться-то не будут. Но с вами здесь есть сталь. Но если класс 2, можно, конечно, цепь поставить вообще, в принципе. Было бы. Но зачем, спрашивается, да. Давайте мы, наверное, бетон возьмем. Просто возьмем бетон и все. Почему бы и нет. Появилась у меня тут одна идейка, такая, знаете, занятная. Я думаю, мы с вами даже немножко по-другому сделаем, в принципе. Подниму-ка я вот так дорожку, а под ней мы с вами сделаем вольер как раз. То есть у нас он будет, в принципе, и с этой стороны, и немножко с этой стороны будет торчать. Крокодилиусы наши будут жить, они там будут плавать, люди здесь тоже будут ходить, смотреть на них. Мне кажется, будет вообще нормальненько. Ну, примерно вот такого, я думаю, размера, в принципе, им хватит. Тут как раз получается, на самом деле, очень большой даже вольер получается для них двоих. Но он будет довольно забавный. Забавный тем, что люди будут на нем постоянно ходить. Посмотрим. Надеюсь, что получится хорошо. Так, я бы подвинул только чуть-чуть его. Ну, в принципе, да. Так, давайте, наверное, сейчас дорогу туда доделаем. Попытаемся посмотреть вообще, как это будет дальше. Продолжение, я имею в виду, конечно же, вот сюда. А, в принципе, нам уже можно даже, я думаю, здесь вниз уже спускать спокойно, да? Ну, по идее, да. По идее, вот как-то так это должно быть. В общем-то, и под этой дорогой будет вольер. Мы, конечно же, его опустим еще туда вниз, немножко углубим. Но, в целом, я думаю, так и оставим. Ну что, берем бетон тогда, наверное. Ну, вот как-то так у нас здесь будет получаться. В принципе, я думаю, нормально. Люди практически будут ходить над аллигаторами. Ой, точнее, над крокодилами. Вот что-то типа такого у нас здесь будет получаться. То есть люди смогут здесь идти спокойно, да? По этой лестнице подниматься, над вольером проходить. И если хотят посмотреть, так сказать, поближе, можно будет немножко спуститься и вот с этих вот балкончиков рассмотреть наших крокодилов. Ну, если, конечно, им это позволят сделать. Не знаю, надеюсь, что они сюда запрыгнут. Ну, они вряд ли не запрыгнут. Тут довольно все равно высоко получается, на самом деле. То есть мы с вами сейчас все притопим там, все внизу. Так что, я думаю, будет вообще прямо здорово. Ну, а здесь как раз-таки будут какие-нибудь деревья там торчать отсюда, еще что-нибудь такое. Здесь какой-нибудь водоем сделаем, например, да? Здесь сушу для них или для крокодилов. Посмотрим. Первым делом мы, конечно, с вами не забываем про вход. Вход будет отсюда, потому что у нас, собственно, здесь эти ребята будут работать, которые работают в наших, так скажем, тропиках, да? В нашей тропической части зоопарка. Ну и в теплой, короче, более-менее. Вот. Здесь они будут проходить как раз-таки и спокойно сюда попадать в вольер. Здесь у них есть домики, смотрители и так далее. Ну, можно будет еще потом поставить, если необходимость такая появится. В принципе, как-то так, я думаю. Окей, вход есть. И, в принципе, нам нужно теперь, ну, примерно вот эту часть, наверное, всю мы с вами уберем сейчас под воду. Вот этот у нас будет для воды. Такой будет прям водоемчик сделан для крокодилов. Я думаю, вот такой вот водоем мы с вами здесь сделаем. В принципе, этого будет достаточно, я надеюсь, для наших крокодилов. Но запустим, там уже посмотрим, там уже точнее можно будет скорректировать что-то как, где, зачем и почему. В принципе, даже можно даже здесь как-то, знаете, не углублять ничего, а стоять как есть. Они тут спокойно будут ползать, проползать, ну и плавать будут тоже. Разве что чуть-чуть поменяем ландшафт. Ну, чтобы совсем уж ровным таким не был. Кое-где такие пригорочки. Чуть-чуть, ну, гладкие совсем сделаем, чтобы не то, что тут людей не кошмарили, знаете, или на этих пригорках тут, мне кажется, слишком близко будет. Вот, ну, так чуть-чуть где-то будет вода, где-то не будет воды. Ну, и мы с вами также для красотеньушки. Там где-то камни, конечно же, накидаем, естественно. Куда уж без камней, это без наших любимых, да? Я думаю, все это дело тоже будет хорошо смотреться. Так, давайте здесь немножко тоже поглубже можно чуть-чуть уйти вниз. Вот так вот сделаем как-нибудь. В итоге, так как мы знаем, все равно придется какие-то ровные места делать, потому что все эти миски, прочие штуки, они очень сильно все выравнивают. Так что мы, конечно, сейчас что-нибудь сделаем, но не факт, что все это дело сохранится у нас в итоге, и не получится так, что нам половину из этого придется все равно так или иначе равнять. Так, давайте-ка еще раз воду посмотрим. Вот я сейчас, наверное, сделаю, чтобы вот тут такое тоже, знаете, чуть-чуть воды мыло. Во! Мне кажется, очень хорошо. Чтобы они спокойно могли заходить, выходить и так далее. Здесь тоже будет чуть помельче. Ну, если только прудик у нас будет получаться. Ну, по-моему, отлично. По-моему, очень даже хорошо. Мы, конечно, можем сюда еще воды добавить, но я думаю, это уже лишнее будет. Даже можем сюда еще добавить. Ой! О-о-о-о-о! Нифига себе, такое болото получилось, смотрите. С одной стороны, конечно, прикольно, но с другой стороны, я думаю, что не нужно такого. Прям так много воды. Давайте уберем ее. Останавливаемся все-таки вот на этом, я думаю, да? В варианте. Вот так вот, когда воды здесь, в принципе, чуть-чуть совсем. Да, мне нравится. Мне прям очень даже нравится. Хотя, знаете, на самом деле, тут, в принципе, даже есть где пройти нашим смотрителям, если что. Тут они могут пройти спокойно, если не смогут пройти. А здесь, допустим, что-то здесь поставить. Ну, ладно, не знаю, на самом деле. Давайте посмотрим и так, и так, возможно. Сейчас пока, может, даже так оставлю. Ну, ладненько, давайте пока запускать. Будем тогда крокодильчиков наших и будем смотреть, что им там нужно уже. Пока наших ребят там несут, где-то уже и дождь у нас успел пойти, естественно. Но давайте, давайте подождем. Я там одного отправил сразу в карантин, потому что у него там был какой-то, мне кажется, не очень здоровый. Но сейчас посмотрим, когда его отнесут, что там с ним будет в итоге. Так, где там наши животные? Несите, давайте. Мы ждем. Зоопарк. Торговлю посмотрим сейчас. Все, здесь тех унесли уже, отлично. Крокодилы. Во, все, на пути, на пути уже. Скоро он здесь будет. Давайте заносите. Это будет Исмая, самес крокодилей. 36 лет ему. Сейчас он у нас, собственно, здесь появится, и мы сразу под него будем все это дело делать. Так. Ну, давайте, заносим. Посмотрим хоть на него. Здоровенный, наверное. И убегай сразу отсюда. Так. О, какой едричка, птичь. Блин, жесть. Динозувер такой, да? Офигеть. Зубастый какой, поездоровенный. Ты давай со своей шваброй лучше уходя отсюда. Так, а ты куда? Ты сразу в воду полез? Да уж. Вот это зверюга, это я понимаю. Так, ну, походу, да. Походу, сразу в водичку. Нырк, сейчас его там и не видно будет. Потом кто-нибудь зайдет, как за ногу, вот, стоп. Опа. Так. Все, ну что, как тебе вода? Как тебе водичку? Еще и дождь у нас идет. Жесть. Мне кажется, ему нормально будет. Мне кажется, ему кайфово здесь будет. По размерам, я думаю, нормально сделали. Сейчас, конечно, проверим. Так, что там у тебя? Давай смотреть. Укрытие отлично. Воды дофига. Да, в три раза больше. Сам вольер тоже огромный. Но и зверюки тоже не маленький. Поэтому, я думаю, пускай у него будет побольше мест. Так, животное прошло карантин. Готово к дальнейшему перемещению. Зашибись. Давай, мы тебя будем перемещать. Так, да. Так. Можно тебя переместить? Переместить. Вот сюда. Давайте к крокодилам. Спасибо. Как он там завално зависит, смотрите. Найс. Просто не шевелится. Просто, просто висит в воде. Класс. Ну что, да, еще по морде ему, конечно, дождь бьет. Но я надеюсь, людям понравится. Собственно, они уже тут начали видеть. Приходить, пускай. Я думаю, да, спокойно вообще здесь может быть посмотреть. Посмотреть где угодно. Мы, конечно же, с вами здесь сразу объект поставим необходимый. Потому что, мало ли, они очень захотят нам с вами денег сразу накидать. Поставим побольше. Жалеть их не будем, конечно же. Так, давайте здесь тоже бахнем. Ну, я здесь стуки три поставлю. Короче, вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Я думаю, это будет вполне себе достаточно. Вот сверху тоже надо напротив поставить еще. Что-то здесь немножко неровно получилось. Ну ладно. Так, давайте поставим тогда вот здесь. Я думаю, раз мы по две. Хотя можно тоже три поставить, на самом деле. Можно поставить одну здесь, одну здесь. И одну по центру примерно, да? Здесь. Окей. Здесь тоже самое сейчас сделаем. Так, давайте здесь тогда. Напротив бахнем эти переместим. Ну вот, другое дело. Ну что, крокодилиусам вроде нравится у нас. По размерам, по крайней мере, точно. Здесь все прекрасно. Давайте смотреть, что там у тебя. Значит, ландшафт не нравится. Сейчас будем делать низкой травы. Много, кстати говоря, им нужно... Вау, ничего себе. Первые звери, которым не хватает. Хотя им, ну, как бы им хватает, но... На сервис много именно низкой травы. Земли нужно больше, естественно. Песка можно побольше. Сейчас здесь сделаем водоемчик из песка, как раз таки получается. Ну, поехали. Значит, 60-100% берем, давайте. И прям весь вот демос будет песчаный тогда. Сейчас посмотрим, как они будут реагировать на это. Надеюсь, нормально. Так, игра только давай там это живи. Игре, конечно, трудно справляться с таким объемом, знаете, сразу с текстурки менять. Но ничего, ничего. Я думаю, нормально все будет. Так, давай здесь тоже перекрасим маленько в песочек. Там под водой, конечно, толком ничего не видно, но... Это нормально. Так, ну вот, с песочком уже даже получше смотрится. В принципе, здесь мы как-нибудь тоже пляжики, типа, сделаем, чтобы они тут выходили. Вот так вот как-нибудь немножко закращим эту местность. Тоже песочком давайте. Аккуратненько. Так, а что это здесь такое? А, это просто мокрый, что ли, такое, или что? Ну, похоже, да, похоже на то. Похоже просто из-за дождя. Окей, так, немножко такого добавим тоже песка для разнообразия, чтобы совсем уж такой однообразный здесь не был. Вот. Так, ну с песком, я думаю, все. В принципе, хватит песка. Уже как раз там подпирает, он, можно сказать. Сейчас тоже здесь немножко приукрасим еще вот так вот. По берегу сделаем побольше чуть-чуть его. Ну, здесь вот. Все, будут выползать на песок и там что-нибудь, кем-нибудь свои крокодили дела делать. Так, вот здесь чуть-чуть добавлю еще тоже. Вот так вот давайте сделаем, в принципе. Все, песка точно хватит. Песка точно хватит. Здесь такой пляжик небольшой получается, и здесь такой тоже, в принципе, есть. Дальше, что им еще нужно? Им нужно больше земли, да, и немножко больше камня. Хорошо, сейчас землей тоже займемся, давайте. Блин, песок бы убрать? Песок-то, ой, песок или дождь, говорю, убрать бы. Дождь не мог бы прекратиться? Спасибо, пожалуйста. Было бы очень мило с твоей стороны. Ну и пока мы с вами, кстати говоря, делаем вайерчик для них, давайте сразу, наверное, их назначим на исследование, чтобы тоже их вид изучался у нас, и появлялись разные новые приспособа для них. Так, ну и. Ну, как ты этим будешь заниматься? Все, крокодилов наших изучай. Так, ну, вроде как утро потихонечку наступает. Сейчас мы посмотрим, что уже исследовалось. То есть крокодильчики выползают, кстати говоря, на пляже, как видите. Что у вас там исследовалось? Покажите нам, пожалуйста. Ага, медведики, окей, хорошо. Медведики тоже замечательно. Во, ну все, теперь можно спокойно строить, я думаю. Так, ну ладно, давайте дальше будем заниматься ландшафтом. Сейчас хотя бы будет нормально вам видно, что здесь происходит, а не ночью, когда нифига не видать. Ландшафт продолжаем делать. Значит, земли нужно больше еще. Окей. Земельку берем, значит. Можно такую светлую взять здесь, в принципе, грубую, не обязательно, да, везде делать. Ну, где более, скажем так, протопанно, там, конечно, будет грубая. Там, допустим, где-то здесь смотрители будут так ходить, ходить, бродить. Здесь, допустим, они тоже будут ходить вот так вот в эту сторону. Куда-нибудь вот сюда, да? И здесь тоже что-нибудь будут делать. Там, например, какие-нибудь миски у нас с нами будут стоять. Еще что-нибудь. Ну, разберемся. Так, здесь-то можно чуть-чуть не такую прям жесткую землю сделать, но побольше ее. В принципе, с землей уже тоже нормально. И травы хорошо, низкой травы, и высокой травы, и земли хорошо. Но теперь не хватает немножко камня нам с вами, да? Ну, сейчас, сейчас будем делать тогда. Давайте чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше еще земли немножко сделаю здесь у них. 21%, в принципе, я думаю, вот так вот уже будет достаточно. Тут чуть-чуть еще земли давайте здесь тоже. Немножко. Во, все. Вот так, я думаю, будет замечательно. И песок есть, и земля есть, и вода есть, и все на свете. Так, камень теперь они у нас хотят, да? И причем так прилично довольно-таки камня. Но камня тоже сейчас добавим тогда. Какие-нибудь места. Ну, камни можно где-то тоже здесь немножко так чуть-чуть, знаете, вот эти вот места какие-нибудь сделать. Каменистые, наверное. Берега можно кое-где камнем тоже выложить. Можно вот эти вот краешки, скажем так, немножко камня добавить, да? Тоже разнообразие здесь. Где земля, соответственно, тоже можно камня побольше сделать. Вот так, в принципе. Можно эту горочку каменную сделать тоже чуть-чуть здесь. Давайте вот так вот побольше сделаем камня тогда в этой зоне. Сейчас здесь чуть-чуть с грубым камнем и немножко... Так, это земля у нас, надо гладкий камень его. Чуть-чуть подштрихуем. Вот так вот, будет вообще прям хорошо смотреться. Замечательно. Все еще мало им камня, но побольше сделаем. Тогда эта часть у нас такая, знаете, будет каменистая более. Или мы сейчас здесь даже приподнимем ее немножко еще. Давайте так, 100%. Чуть поменьше сделаю, только и побольше здесь кисть возьму. Вот такая вот у нас здесь с вами небольшая гора будет. Получается. Она как раз-таки у нас будет и каменистая. А здесь, наоборот, поглубже можно сделать. Тоже такой. Вот. Пускай будут такие перепады. В принципе, неплохо смотрятся. Так. Ну, нормально. Я думаю, такой и оставим, в общем-то. И здесь можно будет сейчас немножко как раз камня, скажем так, поддать побольше. Давайте грубого камня побольше сделаем. Кисть самым поменьше, чтобы было удобнее. Вот здесь камня тоже чуть-чуть вот так вот сделаем. Так. Ну, естественно, и земли вот опять у нас, видите, мало. Ну, ничего, сейчас мы с вами все нормально сделаем. Главное, чтобы всего хватало. Так, камень такой. Чуть-чуть сглаживаем. Вот этим вот все убираем. Вот. Что превосходим, такая каменюка не смотрится. Делается прямо каменюка-каменюка, да? Ну, вот как-то вот так вот было. Немножко каменистой местности. Так. Камень там буквально еще какого-то процентика у нас с вами не хватает. Но камня мы с вами сейчас сделаем. И земельки тоже нужно будет вернуть, да, побольше. Сейчас у нас это с вами будет. Здесь давайте подкрасим тоже чуть-чуть. Что-то мне, конечно, кажется, как-то они с этим процентом камня здесь переборщили немножко. Ну, ладно, мы с вами сделали. Вот так, собственно, получается. Здесь у нас каменистая такая поверхность. Здесь у нас песочек есть. Вода. Немножко совсем остается зелень. Или буквально чуть-чуть. Какой-то прям малюсенький-малюсенький процент. Вот. И, в общем-то, песок также есть, пляжик есть. Ну, и земля тоже имеется. Вот такой валерчик получается. Это у нас с вами только с ландшафтом сейчас закончили. Будем дальше обстраивать. Так, давайте смотреть, как им нравится. Я думаю, что им должно прям вообще отлично нравиться. Да. Все у них хорошо. Дальше. Окружение. Получается, у них вода и тропики. Океания и Азия. Покрытие им особо не нужно, кстати говоря. То есть, все можно оставить как есть. Ну, там чуть-чуть где-то, может быть, что-то поставим. Деревья можно парочку было бы воткнуть. Ко мне сейчас еще тоже нужно будет, да, здесь поставить игрушки, понятное дело, все остальное. Ну, давайте с природы начнем тогда, все-таки, я думаю, да. Природа. Значит, у нас мы с вами выбираем, что там у нас. Вода получается, да, и тропики. Тропики. Да, вода и тропики, а континент у нас получается Азия-Океания. Так. И будем сейчас для начала для воды что-нибудь такое смотреть. Прям не здесь, чтобы ставить, а прямо на воде. Может, там кувшинки есть, еще что-нибудь. Ну, вот я уже вижу, на самом деле, кувшинки, да. То, что надо. Давайте посмотрим. Так, что же у нас с вами здесь такое? Тростник. Тростника немножко есть. Тростника посадим. Вот такие вот пальмочки, кстати. Точнее, не пальмочки, даже цатэ. Ну-ка, небольшие. А, они совсем маленькие деревья, кстати. Совсем малюсенькие, да? Так. О! Ни хрена себе. Хлопковое дерево, ядритин здоровенное. 180, 200. Офигеть. Я бы, конечно, такое поставил где-нибудь вот здесь, например. Но я не уверен, что оно им нужно нафиг. Давайте посмотрим. Мне кажется, она сейчас всю шкалу и заполнит как раз. Может быть, даже больше. Чуть поменьше. Так, если тебя утопить. Вот так вот как-нибудь. Давай сделаем вот так, например. Если я поставлю тебя здесь. Ну да, оно уже дает, видите, 18% сразу. Но зато прикольно, на самом деле. Ты такой идешь. И у тебя есть такое башкое дерево. Почему бы и нет, да? Ну, можно оставить. Ладно, сейчас посмотрим, как у нас другое будет влиять на процент. Если что, уберем его все-таки. Так. Ой, какие красивые. Слушайте, смотрите, офигеть это маринт. Блин, наверное, все-таки лучше поставлено. С цветочками хотя бы. Надеюсь, если так сделает, да? Прям будет. Да, давайте уберем, наверное, тогда здоровенного этого деревища. Так, и поставим вот такое здесь совсем большое. Она просто раскидистая получается, но не очень высокая. Тут тоже не очень хорошо, потому что она будет, получается, тереса как бы. А наших людей, наших гостей вот так сделаю. Поставлю сюда его. Ну, пускай будет. Пускай вот так здесь будет. Блин, а все же здесь убирают, да? Нет, знаете, пока без них, пока без них. Сейчас что-нибудь там придумаем. Окей, давайте, значит, все-таки к воде, да? У нас есть рогоз. Пожалуйста, можно где-нибудь поставить. Здесь у нас как бы камень. Не знаю, нужен ли здесь рогоз. Я бы поставил, чтобы они тоже могли там как-нибудь здесь немножко, знаете, чуть-чуть, скажем так, бакнуть его. Давайте так и сделаем. Добавим им его сюда. Так, а вы мне покажитесь, как вам там сразу проценты идут, чтобы они тоже не перебарщивать. Вот мы сейчас наставим, и вам здесь один процент всего лишь. Хорошо. Так, цивола. Чтобы это не было. Ну-ка. О! О! Это прикольно, кстати. Прикольные штуки. Вот еще одно растение хорошее, которым можно покрывать прям все. Так, метровый. Давайте небольшой только поставим здесь. Такие вот заросли сделаем. Так, 3% она дает, да? Я понял. Где-нибудь здесь. Возможно, вот так как-нибудь сделаем. Пускай будет. Почему нет? Что еще есть? Рогоз. Так, тростник обыкновенный. Кстати, вот тростника можно когда-нибудь тоже сюда зафигачить еще. Вот в эти вот области примерно, да? Чтобы было. Так, вот здесь давайте тоже поставим. Чуть пониже его сделаем. Как будто бы здесь такой будет молодой, знаете, еще не совсем вырос. Так, что у нас еще? Ну, разные формы, понятно, делать фаргези. Это что такое у нас? Это у нас кустики какие-то, да? Ну, их тоже можно было бы добавить. Немножко, что ли, бамбук напоминает. Она как-то, смотри, такими же... Да, такими же пучками растет, только это не бамбук, видимо. А, ну да, это разные пучки. Все, я понял, что это деревья теперь такие. Ну, да-да-да, такими же пучками как бы бамбук, в принципе, растет. Хорошо, такие бы штуки поставил, на самом деле. Так, лобковое дерево. Ну, здоровенные эти деревья, понятное дело. Малюсенькие вот такие вот, кстати, можно тоже где-нибудь было. Парочку посадить, чтобы росло. Здесь где-нибудь. Так, а чтобы повыше есть что-нибудь у нас? Так, самое дорогое у нас по 30 получается, да? Ну, скорее всего, не высокие. Ну, такие, да, конечно, очень высокие, на самом деле. Ну, хоть как-то. Давай поставим здесь. И тебя тоже здесь поставим. Пускай будет. Хотя бы так. Хотя бы вот так у нас здесь немножко всякого разного добра будет, и уже хорошо. Так, в арге ездят. Не знаю, один песок у них куда ее ставить. Можно здесь, конечно, бакнуть. Скажем так, для галочки, да, чтобы было. Дайте мне обратно мой тростник, пожалуйста. Нарогос, вот тростник хочу. Я бы сюда все-таки поставлю. Я его, пожалуй, посажу, точнее. Поставлю. Чуть-чуть, да? Ну, хотя, получается, здесь не совсем... Хотя нет, нормально, нормально. Он как бы вниз в воду опускается, и окей. И замечательно. Тут можно будет еще камней добавить. Так, вот, конечно же, сейчас ничего не будет. Сбросим фильтры. И давайте какие-нибудь такие вот... Можно потемнее взять. Камушки у нас здесь есть. Да, и вот здесь как раз у нас... Ну, такое тоже каменистый здесь берег довольно получается. Вот так вот здесь просто камнем еще выложим. Чтобы было такие булыжнички поставим. Ну, будет уже, в принципе, хорошо. Пол экрана все это снимает сейчас. Так, ну ничего. Зато мы с вами видим сразу, что, куда и где и зачем, да? Так. Здесь можно камни тоже сразу накидать. Вот в этой местности. Я думаю, здесь будут необходимы как раз-таки, чтобы они здесь были. То есть они будут как бы и прикрывать чисто вот эту голую, скажем так, голую текстурку. Ну и, в принципе, как раз подойдут. Может, прям какие-то даже груды камни здесь навалить. В принципе, попробовать, да? Ну, как всегда, да, знаете, камни очень хорошо украшают. Вот такие вот местности особенно. Поэтому не зря тут начали добавлять их, в общем-то. Пускай будет вот так. Может быть, что-то захотят потусить, например, или еще что-нибудь сделать, не знаю. Вот мне очень интересно посмотреть, какие укрытия у нас для крокодилов есть. Давайте посмотрим. Это, в принципе, все стандартное. Все, как, короче, обычно. Просто обычные конструкции с крыши и все. Я не знаю. Мне кажется, у них укрытий и так хватает, в принципе, вот под этими вот штуками. Нам только надо туда постелить им, чтобы мягко было, да? Какое место нужно? Может быть, среднее? Давайте среднее постелим. Так, пожалуйста, уйди. Тебя немножко опустим, может, было видно лучше. Вот здесь, например, у них будет место тусовки, да? Почему нет? В принципе, нормальное местечко рядом с тростником, кстати, как раз-таки. Так, опять нам все выравнивается, естественно. Ну, как же без этого? Не знаю, четыре места я так же делаю. В принципе, я думаю, это спокойно вообще ему хватит. Отлично, больше не надо. Так, здесь у них как открытая получается немножко местность, да? Такая, может, и захотят даже лежать. Да, я думаю, заставим здесь, да и все. Пускай они там тусуются, спят, когда хотят. И все. А так и, в общем-то, и хватит. Можно больше немножко тростника, если, знаете, еще добавить. Ну, так, скажем так, для компании. Чтобы было. Вот так все-таки. Немножко закроем, да, это местечко заодно. Где они будут тусоваться, лежать, отдыхать. Ну, и почему бы здесь тростник не может растить? Как раз-таки получается около воды. Вблизи. Самое нормальное местечко. Вот так же делаем. Во, во, хорошо. Все, вот у них и местечко есть спальня. А отсюда, если что, еще и люди смогут посмотреть. А я думаю, что они будут спокойно себя здесь чувствовать. В принципе, тем более они к людям нормально относятся. То есть, ну, я бы был крокодилом, я бы тоже ничего не боялся, наверное. Не знаю, не уверен на самом деле. Но, мне кажется, что так. Я бы закрыл все это на самом деле дело. Я что-то так подумал, знаете. Давайте закроем. Ну, его нафиг. Пускай не торчит этот камень дурацкий, да? Пускай лучше будет так. Вот, все. Вот сейчас так вот сделаем. Просто посадим здесь такую линеечку тростника. Вот, не тростник, а трогос, получается, да? Вот, он здесь будет все это скрывать. Камень некрасивый. Не очень мне нравится. Чтобы тоже много камней этих здесь не фигачить. Просто лучше пускай вот так вот будет. Все-таки здесь вода. К воде это подходит. Хорошо. Так, давай, еще один, еще один здесь. Поставим вот так, все. Прекрасненько. Ну, вот, да. Вот так уже лучше смотрится. Можно разве что для разнообразия. Ну, так, немножко разных кустов добавим. Просто, чтобы, знаете, кое-где выпирало как-нибудь. Кое-где еще что-нибудь происходило. Ну, чтобы совсем тоже одинаково не смотрелось. Вот так хотя бы сделаем. Во. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Здесь тоже можно посадить, кстати. Почему нет, да? Я думаю, да. Я думаю, нормально будет, в принципе. Вот так. Ладно, как-то наши крокодилы себя чувствуют. Давайте посмотрим. Ну, у них уже, в принципе, окружение все отлично. Им уже все нравится. Я бы еще ко мне побольше здесь, наверное, добавил. Накидал бы. Ну, я думаю, вот так вот уже хватит, в принципе, вполне себе. Отлично. Хорошо. Ну что, значит, с заполнением окружения мы с вами закончили. Давайте теперь попробуем обогатить немножко им среду. Чем у нас вообще есть, да? Если есть такая возможность. Да, есть ли какие-то наверняка игрушки? Что там у нас? Пища, пища у нас. Колонка с водой только обувь. И все. Пока ничего, видите, нету до толком. Так, ну, нагреватели мы им поставим. Да, потому что они любят тоже жарень. Все-таки, не знаю, по натуре просто. Обогреватели, да и все. Но им нужно обогреть их лежак точно. Место, где они будут тусоваться, да? Здесь. Как минимум. Так, да и вообще везде подогреем. Все-все-все-все-все подогреем им здесь. Чтобы было тепло. Хорошо, чтобы они не переживали, скажем так. Я думаю, такого, в принципе, количества хватит. Но еще здесь поставлю. Вот, пускай греют потихонечку. Пускай потихонечку обогревает. Так, укрытие у них есть. Игрушки у нас есть. Кстати говоря, замороженная тыква. И кормушка с фиксацией им тоже подходит. Ой, так... А, грязевые ванны они любят. Смотрите, у нас есть струя воды. Так, нет, у нас даже игрушки немножко, слушайте, есть. Хорошо для них тогда. Это хорошо. Тогда мы с вами что сделаем? Давайте. А, ну, а здоровенный, да, наверное. Хотя, хотя, вот сюда, куда-нибудь. Вот сюда куда-нибудь. Можно было бы и поставить ее, да? Как раз, я думаю, место подходя... Блин, сейчас там опять сразу все ровнять начнет. Но вот любая вещь, в принципе, любая вещь, она всегда будет все выравнивать здесь. Как ни крути. Что бы ты ни делал, она все равно будет ровнять. Так, ну, если мы поставим ее сюда, например, ну, она, конечно, будет чуть-чуть видна. Ну, и, в общем-то, и ладно. Мы, правда, вот здесь должны сейчас немножко приподнять землю, потому что это счет какая-то... Либо утопить ее, наоборот. Вот, но один край, получается, у нас с вами уйдет... Да даже больше одного края уйдет под землю, да? Если вот так сделать, например, ну-ка. Он, конечно, еще немножко выровнялся. А хотя, знаете, давайте так и оставим. Подумаешь, ну и что, ну и земля здесь, да. Мы сейчас даже... Я знаю, что мы с вами здесь сделаем. Мы сейчас с вами здесь камни поставим, и ничего не видно будет. И будет прикольно. Будет просто такая грязевая ванна, небольшая лея крокодилов у нас с вами здесь. Во. Так, верните мне камни, пожалуйста, дайте какие-нибудь. Какие-нибудь. У меня такое здоровье, наверное, хотя... Тихо, спокойно, подожди. Мы же тебя тоже можем немножко притопить, как бы. Допустим, поставить тебя здесь вот так. Теперь мы тебя сейчас возьмем и вот так вот просто подвинем. А? Как? Мне кажется, нормально должно быть, да? Так, давай так. Сейчас вот в эту сторону тебя отведем чуть-чуть. Обратно, пожалуйста. Еще чуть-чуть повернем тогда. Как-нибудь, чтобы более-менее равномерно было, да? Во. В принципе, и сюда обратно сейчас загоним. Ну и пускай будет вот так. Так, сейчас только немножко еще, наверное, маленьких камней добавлю здесь, раз такое дело. У нас что-то, мне кажется, один не очень смотрится здесь. Это не маленький камень, нифига. Ну ладно. Сейчас я тебя уберу сюда, просто вот так побольше сделаю. Вот, уже лучше. Уже лучше просто какая-то... Получается, знаете, прямая плита не очень, не очень хорошо. А так, в принципе, в компании... Ё-моё. Ё-моё. Так, а где маленький камень? Вот этот маленький камень. Маленький камень. Вот так, давайте здесь добавим еще чуть-чуть. И здесь тоже, с этой стороны, что-нибудь такое небольшое. Небольшое, затейливое, скажем так. Куда-нибудь. Или вот сюда тебя поставить. Ну-ка. Ну, пускай будет так. Пускай будет так. Все, вот, да, вот так вот здесь у них будет еще ванночка грязевая. Хорошо. Возвращаемся обратно тогда. И что еще? Да можно массажный матрас. Серьезно, у него интересы крокодилы? Серьезно, они так делают? Ну, давайте на пляжик поставим здесь. О, пускай тут трутся. У нас как раз более-менее ровная поверхность, чтобы они могли себе это позволить. Так, это всякие там... Ну, тоже перебаршить, опять же, не нужно, да, потому что слишком много сейчас поставим, потом они будут расстраиваться из-за этого. Так, давайте здесь где-нибудь струю туда воткну, чтобы люди тоже обрызгивали. Не уверен, насколько это вообще-то будет большая... А, так она маленькая какая-то, да? А можно на нее посмотреть, что она вообще делает? Давайте допустим. А... Ну, ладно. Ну, допустим. Так, у нас там что-то изучено. Что у нас там изучено? Так, люди, не спешите, подождите. Может быть, крокодильчиков изучили? Может быть, а может быть и нет. Сейчас проверим. Так, не, медведчиков. Ну, ладно. Медведчики. Ну, хорошо, хорошо. О! Они уже здесь на пляжике тусуются, смотрите-ка. Уже на пляжик переместились. Ну, ладно, пускай тусуются где хотят. Не, знаете, такой очень даже неплохой водяр получился. Мне прям даже он нравится. Без излишек каких-то, знаете, чуть-чуть зелени, немножко того, немножко всего, и все есть. Ну, давайте доделаем до конца уже. Там осталось немножко, чуть-чуть нам с вами еще... Так, еще они хотят обогащения среды. Да, им нужны лакомства теперь. Лакомства, лакомства для крокодилов. Ну, давайте смотреть. А у нас есть тыква, в принципе, да? Угу. Давайте. Давайте тыкву бахнем. Куда бы вам ее поставить? Давайте... А тыква выравнивает сильно? Я не помню. Давайте посмотрим. Ну, такое. Она, конечно, выравнивает все равно. Не хочу здесь равнять ничего. Давайте поставим тыкву сюда просто куда-нибудь. Пускай здесь подходят, кушают. Тоже чуть выравнивалось, но там не видно будет практически. И вот эта вот кормушка с фиксацией, это как у нас, по-моему, у львов была такая штука тоже, да? Мы бы ее поставили где-нибудь вот здесь тоже, где, в принципе, водичка у них. Ну, она дофига выравнивает, мне кажется, сейчас на поверхности, поэтому, конечно, ставить ее нужно аккуратно. Хотя, знаете, нет, она не особо-то много выровняла, так что прямо вот здесь оставлю, пожалуй, пускай люди тоже смотрят, как он здесь будет кушать. Хорошо, все. Лакомство мы с вами поставили, игрушки у них есть, у них все прекрасно, замечательно. Теперь просто поесть им, да? Я думаю, пить-то, наверное, будут с этой чистой воды и так, в принципе. А вот поднос для еды какой-нибудь небольшой можно было бы им тоже где-то обеспечить, в принципе. Например, куда-нибудь сюда поставить. Где у них там сейчас их лежбище-то получается? Вот здесь они тусуются, да? Скрытничать там будут. Ну, поставлю сюда куда-нибудь. Ой-ой-ой-ой. Так, камера... Я потерялся. Где я? Ну, здесь они поставим, на этой площадочке между пальмами. Во, хорошо, там ее сильно ровнять не пришлось, и, в общем-то, смогут там тоже покушать. Ну вот, все, замечательно. Все прекрасно. Живут у нас, поживают крокодильчики теперь в нашем зоопарке. И такой вот небольшой, но прикольный довольно обзор, мне кажется, угрожает опасная болезнь. Вызвать ветеринара давайте. Конечно же. В смысле? А кто там опять заболел? Я же через карантин даже прогонял. Эх. Ну, давайте лечить их там скорее тогда. Ветеринар же идет сюда, я надеюсь. Все, ветеринар в пути. Он уже бежит, он прям здесь рядышком. Заберет крокодильчика, вылечит, и все будет хорошо у них. Так, ну что, ну что, друзья. Я думаю, мы тогда с вами на этом на сегодня и закончим. В общем-то, у нас готовый валер для крокодилов. Они, собственно, тут бегают, прыгают, кушают, видимо, да. К ним будут сейчас, смотрите, заходить. Еще бы я посмотрел, как они купаются тут в своей грязи, в этой. Было бы забавно. Так, ты-то-то-то, слышь, ты тут не прыгай только, ладно? Эй, друг. Ты куда? Ты что так уперся в стену? Да не прыгай, пожалуйста. Я надеюсь, он не будет прыгать. А, он пришел покушать к тыкве, что ли? Ну-ка, давай-ка. Ом-ням-ням. Ой, правда, кушает, смотрите. Хе-хе-хе. Нифига он ее сжирает. Ну еще бы такой здоровяк. Еще бы он ее так не жирал быстро. Смотрите, какой. Ну, мне кажется, ты сразу полтыквы можешь сожрать за один раз. А может быть, целиком заглотить. Ой. Все, иди лечись. Потом докушаешь. Ну что же, давайте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну, а мы с вами увидимся, как всегда, в следующий раз. Всем до скорого. И пока-пока.